Двери открыты, сцена готова. В Русском драматическом театре имени Николая Погодина стартовал 132-й театральный сезон. Время говорить о планах и подводить итоги. Народные артистки Казахстана Людмиле Ванюковой присвоили звание почетного гражданина области. Нагрудный знак ей вручил заместитель Акима области Мадияр Кожахмет. Все подробности в нашем следующем материале. Преступление и наказание, любовные интриги и семейные тайны. 132-й сезон в областном драматическом театре имени Николая Погодина решили начать со всем известной комедией с элементами хоррора «Тетки в законе» по пьесе Александра Коровкина. К этому спектаклю актеры готовились около двух месяцев. Мы попытались на втором этаже фойе воссоздать эти криминальные новости и криминальный мир. Мы погружаем сегодня зрителя в этот спектакль, начиная со входа. Вообще в этом году мы готовы удивлять, возбуждать интерес зрителя к театру, поэтому у нас очень много сюрпризов заготовлены. История рассказывает о двух сёстрах-пенсионерках, которые живут в своём родовом имении. Роль одной из них исполняет народная артистка Республики Казахстан Людмила Ванюкова. Кстати, ей в этом году присвоили звание почетного гражданина Северо-Казахстанской области. Испечь пирожки, убрать в доме, поболтать с соседкой и почитать газеты. И за дня в день всё повторяется. Но в один момент всё меняется. В гости к старушкам заглядывает неожиданный посетитель. Я пошёл в этот дом. Да, 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 проходитесь только сначала. Конечно. Чиновник из департамента предлагает сёстрам поменять свой дом в центре на однушку на окраине города. Но в итоге мистические монстры, которые обитали в доме, помогли пенсионеркам прогнать назойливого гостя. Было, конечно, немножко сложновато. Изначально, что нужно было каждому по пластике своей, например, вот мы нечисти. И у нас пять героев, да, там вроде бы. И вот каждый должен показать по пластике своего персонажа из известных нам ужасов. И мы, не знаю, мне кажется, мы справились. В новом сезоне в Русском драмтеатре готовят премьеру спектакля по пьесе Григория Горина «Товье молочник». Ближе к Новому году маленькие зрители смогут посмотреть сказку по щучьему велению. И особым станет спектакль по пьесе французского драматурга Ива Жамиака «Человек, который платит». Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.